доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и как и всегда продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях влияющих на динамику финансовых активов друзья в последнее время вы наверняка могли заметить то что несколько короче стали брифинги я стараюсь делать акцент на самые важные события какие-то активы остаются за бортом если этот актив который мы не разобрали интересен вам обязательно комментируйте в брифингах оставляйте ваши вопросы с огромным удовольствием отвечу там брифинге мы выкладываем на нашем канале на ютюбе собственно прямо на нем вы сейчас и смотрите скорее всего этот материал давайте поговорим о том что интересного произошло за минувший день честно говоря ничего интересного не произошло потому что штатах отмечали день президента то низко ликвидной торговой сессии на рынке отсутствовали американцы это довольно серьезные игроки в плане формирования общей рыночной ликвидности поэтому день был крайне вял но сегодня ситуация уже начнет меняться потому что мы наконец-то к переходим к важным релизам которые влияют на перспективы монетарных политика на будущее решение регуляторов и в этом уже будем искать и какие-то ориентиры для наших торговых сделок и тенденции которые мы хотим найти ситуация вокруг корона вируса в принципе та же друзья инфекция распространяется 73 тысячи триста тридцать пять заболевших уже количество летальных исходов также увеличилось но я думаю что нужно относиться к этому как должному потому что пандемия она продолжается то есть сейчас мы не говорим о том что все пошло на спад вспять нет количество заболевших будет расти и я надеюсь то что очень скоро все-таки мы сможем убрать эту тему куда подальше сконцентрироваться на основных фундаментальных посылах поскольку растет количество заболевших конечно же мы говорим по-прежнему о рисках которые этот вирус представляет для мировой экономики нефтянка друзья 57 долларов за баррель мы сегодня снижаемся я очень рад этой динамике очень надеюсь то что это не просто локальная коллекция после последних дней роста это возвращение на рынок продавцов и впоследствии желание их наверстать упущенные вернуть котировки ниже 55 долларов за баррель почему я так уверен в том что нефть должна снижаться потому что я исхожу из адекватного подхода к оценке общего фундамента связанного с распространением вируса и его негативного влияния на мировую экономику спрос на нефть друзья мы уже говорили просил больше чем на 3 миллиона стоите этот вирус будет китайской экономике больше чем полтора процента китай это серьезнейший игрок фактически пятой части всей мировой экономики поэтому логичным образом мы делаем выводы о том что такой же негатив он в принципе распространится и на прочей площадке может быть рост который был раньше опирался на рыночные ожидания того что есть опек плюс и они защитят рынок якобы они согласуют дополнительное снижение добычи и видят то что сейчас резко снижается спрос со стороны китая попробуют компенсировать его с сокращением лимитов по производству друзья хочу отметить что до опек есть до техническая встреча была были рекомендации о том что нужно снизить добычу но фактическое решение конечное решение будет зависеть все-таки от позиции россия российские нефтяные компании против дополнительного сокращения нефтепроизводства считая что эти меры являются сейчас преждевременными и наверное вы сами уже обратили внимание что в последние дни как-то затух новостной фон а связанные с активностью опек раньше они проявляли инициативу но я делаю особый акцент на саудовскую аравию как идея не вдохновитель идея того что нужно снизить нефтедобычу сейчас что-то новостной фон уже не изобилует таким количеством комментариев и вчера я говорил что со ссылкой на блумберг была новость о том что страны опек плюс могут и вовсе отказаться от затеи дополнительного снижения нефтедобычи все эти друзья рекомендуют открывать короткие позиции по бренду WTI потому что рынок посядет еще сильнее очень давно мы не касались перспектив российской валюты сейчас доллар рубль торгуется на уровне 63 41 друзья я рекомендую здесь ставить на дальнейший рост именно валютных активов иностранной валюты против рубля потому что только что обрисовал перспективой для рынка нефти то что рынок будет под давлением рост рубля в последние дни был обусловлен а в том числе и восстановлением котировок нефти сейчас мы ожидаем разворота поэтому сегодня с открытия торговой сессии на ммвб я в принципе настраиваюсь на прессинг на рубль плюс ко всему эту идею роста пары доллар рубль поддерживает также восстановление курса доллара индекс американской валюты держится в районе 99 завтра выйдут протоколы последнего заседания американского регулятора они могут еще больше поддержать доллар и тем самым усилить восходящую динамику цели друзья выше 64 рублей за доллар я думаю что можно замахнуться на уровень 65 и в конце концов все будет зависеть от того как быстро продавцы расплатятся именно на рынке углеводородов доллар иена 10974 тоже вялая динамика повторюсь друзья что нет пока что торговых идей по этому дуэту активов давайте дождемся завтрашних протоколов может быть доллар получит против иены это важное замечание потому что с иеной здесь идет конкуренция именно защитных свойств поэтому даже на фоне того как другие инструменты ходят доллар иена в принципе стоит на месте но возможно протоколы которые многие недооценивают и станут тем самым спусковым механизмом и приведут движение эту на валютную пару золото 1585 друзья рукой подать до нашей цели 1600 я надеюсь вы примкнули к покупкам золота на фоне сохраняющейся неопределенности прежде всего связано с распространением коронавирусной инфекции евро против доллара 1 0 8 31 многолетние минимумы я настраиваюсь на то что мы будем и дальше снижаться по евро валюте германия подтвердила стагнацию вчера бундесбанк дал довольно реальный прогноз фактической рецессии на первое полугодие двадцатого года экспорт будет снижаться я с ними абсолютно согласен это явно выходит и вытекает также из проблем с производственным сектором и проблем в китае потому что для европейского рынка для европы китай это один из основных рынков сбыта сегодня друзья в 13 00 выйдут данные по бизнес оптимизму это бизнес оптимизм промышленности учитывая что мы до этого говорили о слабом промышленном секторе конечно же сегодня ждем удручающие показатели и настраиваемся на то что пара сможет протестировать уровень 108 фунт против доллара 12994 как мы ожидали поддержка 130 пока что тестируется рано говорить о том что мы закрепились ниже но держимся пока под этим уровнем раньше фунт рос на кадровых перестановках министерства финансов я считаю что это совершенно не тот фон на котором нужно и можно расти очень рассчитываю на то что сейчас внимание трейдеров и переключится на статистику сегодня в 1230 данные по рынку труда завтра в 1230 данные по инфляции и слабые цифры могут вернуть на рынок ожидания снижения ставки и британским регулятором напомнить что в январе банка англии оставил ставку на прежнем уровне 0 75 сотых процента хотя были те трейдеры которые настраивались на смягчение политики но и также не забывайте друзья про очень непростые торговые переговоры с ес которые продолжаются и австралийцев этих доллара еще одна вишенка на торте как мы ожидали австралийц спросил после сегодняшних протоколов сейчас уже ниже 0 67 котируется 0 66 89 протоколы резервного банка австралии фактически перезагрузили все мышление австралийского регулятора я очень рад адекватности наконец-таки которая повеяла со стороны рба в частности резервный банк австралии обозначил перспективу снижения процентной ставки отметил что снижение ставки будет способствовать более ускоренному достижению цели по инфляции по рынку труда и наконец-таки признал что за вирусом скрывается большая угроза в четверг ждем данные по рынку труда которые скорее всего укажут на рост безработицы и скорее всего также станут еще одним фактором снижения австралийца друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания